МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футболисты Крыльев Советов Егор Карпицкий и Кирилл Печенин получили вызов в национальную сборную Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Воложского футбольного клуба. Учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 по 27 марта. Сборная Беларуси сыграет товарищеский матч против Черногории 21 марта. Игра со сборной Мальты пройдет 26 марта. Начало матчей в 22.00 по самарскому времени. На один вечер ледовая арена Самарского дворца спорта превратилась в звездное небо. Во дворце спорта показали шоу-программу, приуроченную к 8 марта. На трибунах виновницы торжества, те, кто своим трудом и упорством внесли вклад в развитие Самарской области, работники государственных и муниципальных учреждений различных сфер, а также жены участников СВО. Со сцены женщин с предстоящим праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Перед гостями праздника выступили самарские фигуристы и члены сборной команды страны по фигурному катанию. А также исполнили арии артисты Самарского театра оперы и балета Самарской государственной филармонии. Каждая участница вечера получила букет белых роз. В Самарской области 14 марта отменят движение пригородных поездов на участке Смышляевка-Алексеевская с 17.00 до 22.00. Как сообщили в СППК, это связано с проведением ремонтных работ. Некоторые электрички проследуют по измененному расписанию. С 15 по 17 марта жители Самарской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Адреса пунктов голосования можно уточнить на сайте администрации города. Приходите на пункты голосования и выбирайте набережный, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году в Самарской области на голосование вынесен 101 объект. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ученые из Саратова выяснили, как меняется активность головного мозга после установки брекетов или элайнеров для ортодонтической коррекции. Ученые установили, что у пациентов, использующих брекеты или элайнеры, меняется конфигурация зубочелесной системы и мягких тканей лица, нервных волокон и связанных с ними структур. Исследователи также сравнили активность мозга пациента до ортодонтической коррекции во время нее. Выравнивание зубов и исправление прикуса не только делают улыбку красивой, они изменяют структуру активности коры головного мозга. Эти изменения происходят за счет мощного воздействия брекетов на сенсоры и костные структуры лица и ротовой полости. По мнению ученых, результаты исследования помогут лучше оценивать необходимость выравнивания зубов, ведь показания для манипуляций могут быть не только эстетическими. Для большинства россиян 61% события в стране и мире не являются предметом семейных дискуссий. Однако многие все же стараются обсудить с родственниками актуальные новости и поспорить на злобу дня. По данным исследованию, у 16% опрошенных россиян при обсуждении новостной повестки возникают споры с детьми. Еще 16% респондентов рассказали о разногласиях с супругами по поводу происходящего. 7% признали, что вступают в дискуссию с родителями. 34% участников опроса заявили, что не обсуждают новости с родными. Несмотря на возможные споры, 69% опрошенных считают важным делиться последними новостями с родственниками. Из них 34% пересказывают информационные сообщения своими словами. 18% кидают интересные ссылки. 17% всегда интересуются мнением родных по поводу происходящих событий. В целом, большинство россиян любят обсудить новости с семьей. Согласно результатам опроса, 52% делятся мнением с супругами, 8% с детьми, 6% с родителями, отметили исследователи.